Доброго дня, уважаемые зрители! Вы снова на канале Морской Пилот. Сегодня я нахожусь на борту очень интересного буксира, буксира-толкача. Называется проект 81. Построена серия из нескольких судов в Санкт-Петербурге на Средне-Невском сотостроительном заводе. Буксиры эти эксплуатируются вместе с сухогрузными паржами проекта 82. Сейчас пойдемте покажу как выглядит мостик на этом деплоходе и какие особенности он имеет и какими системами оборудован. Поехали! Начинаем наш обзор мостика с правого борта. Просто здесь находится единственная дверь ведущая с кормы. Вот на таком подоконнике под иллюминаторами расположен эхолот в виде отдельного блока установлен. Уже достаточно удобно считывать информацию и показывает то, что у нас творится под днищем. Обратите внимание, значит, буксир состыкован с баржей. Вот мы видим его нос, который входит в кормовую оконечность баржи и фиксируется специальными гидравлическими захватами. Когда они заходят в пазы, буксир и баржа становятся фактически единым целым, единым судном. То есть оно и так же и в море накачки именно таким образом ведет баржу. Так, здесь GPS-навигатор, монитор, тоже GPS-компас установлен. Далее, это система различной сигнализации с двигателей, аварийный телефон, аварийная связь. Далее, двигатель Counterpillar, это их монитор, звуковая радиостанция. Это такой вот машинный телеграф в виде кнопок. То есть оригинальная такая конструкция. Вот. Две буксиры оборудованы вентаролевыми колонками фирмы Shuttle. Это ручки управления ими. Обратите внимание. Значит, и вот панель, сама панель сигнализации системы Shuttle и основные параметры, то есть направление вектора струи и обороты. Здесь по центру консоли расположен радар. Для удобства оператора, судоводителя. Перейдемте на правый борт. Вот здесь находится единственная дверь выхода на корму и вот такая огромная как бункер дверь, ведущая к внутренним помещениям. То есть каюты, там салоны, так далее. Каюты достаточно маленькие. То есть в силу особенностей конструктивных корпусов. В кормовой части расположен штурманский стол. Также здесь на переборке смонтированы хронометр, часы морско-механические, барометр, термометр, кренометр. То есть все необходимые приборы, основные, штурманские, под руками. То есть с левой руки от судоводителя, кстати, обратите внимание, сейчас расходимся с танкером, как это выглядит. Значит, с левой руки расположена электронная карта и ручки управления левой винторулевой колонкой. Вот в данный момент непосредственно пахтенный помощник управляет. Это панель с стеклочистителями отдельно выведена. Далее, что тут еще интересного, это панель звуковой сигнализации внешней и индикация параметров двигателя катерпиллера главного двигателя левого. Тут различные кнопки включения насосов, балластов и так далее. А вот это система контроля по расходу топлива. То есть она непосредственно в офис передает данные в режиме онлайн по расходу топлива. Здесь установлена система дальней связи ПВКВ установка, так как буксер имеет морской класс, то есть это необходимые оборотные. Ну, и всякие кулеры, там, чайники и все такое прочее. Аварийные радиостанции все как бы оборудовано по морским стандартам. Вот если выглядит с левого борта, вот видно боржу, когда буксируем ее, зацепит, как она находится с буксером. Ну, и также небольшой офис, зорктехника, в общем-то все достаточно стандартно. Пойдемте потихоньку выйдем на корму, на корму, там оборудована такая небольшая площадочка. Такой вид открывается у нас на фальш-трубы. То есть все тут очень компактно, буксир имеет компактные размеры, он такой, как поплавок, высокий, короткий, то есть если без боржи, достаточно неустойчив. вот так вот так вот выглядит мостик на буксире толкаче проекта 81. Сейчас мы дальше следуем на выход в море. К сожалению, опять, как всегда, нет возможности показать больше, потому что судно не стоит, и они постоянно в работе, и, соответственно, у меня нет возможности там походить подольше, поснимать. Если была скорее всего осенью будут какие-то стоянки, туманы там и так далее, то есть будет возможность показывать внутреннее помещение, но сейчас, к сожалению, только так. Особенности работы ничего не поделаешь. Спасибо, что остаетесь с канала Морской Пилот, спасибо большое за ваше внимание, за ваши комментарии. Я их читаю, отвечаю по делу, когда интересны вопросы задаете, то есть спасибо за то, что интересуетесь темой. Я также буду продолжать отвечать, отслеживать комментарии ваши. Дам ссылочку, там не ссылочку, а дам описание, технические характеристики этого буксира в описании. Кому интересно, почитайте. Ну, а мы поехали дальше. Всем хорошего дня, удачи, всем пока-пока, вы были на канале Москва Пилот.